доброго времени суток с вами данил добро я начинающий видеоблогер и сегодня я попробую сломать операционную систему linux любым способом как обычный юзер я использую систему linux на виртуальной машине на ней можно делать абсолютно все что угодно и система называется q4 с основана debian debian считается одним из самых лучших linux по стабильности и безопасности сейчас мы это проверим я вот создал текстовый документ немножко у него что-то написал в общем больше ничего тут и не делал открываем вот файловую систему домашняя папка пользователем нам нужно что нам нужно так это нам нужно вот что нам нужно системные файлы выделяем их все и попробуем их удалить все мы прекрасно понимая что если мы удалим все системные файлы или хотя бы какие-то из них система может просто перестать работать выбросить выбросить так выбросить и доступ запрещен то есть чисто случайно вы их не удалить и удалить в корзину так свойства права просмотр изменений содержимого просмотр изменений содержимого и попробуем так так окей доступ запрещен пусть по умолчанию эти файлы удалить из файлового менеджера в принципе очень трудно и с первого раза обычный юзер вообще не может это сделать я даже сейчас не могу представить как надо получить тут вот права чтобы их удалить по идее это все только можно сделать через терминал помощь специальных команд которые как раз позволяют убить линукс но опять-таки если вы не умеете пользоваться терминалом и старайтесь его избегать то навредить системе удалив какие-то системные файлы мы убедились что невозможно полностью к этой директории но доступ закрыт можно тут нажимать и выбросить в корзину ну попробуем что он нам напишет по идее он сейчас выдаст ошибку но вдруг таким вот простым способом мы сможем сломать систему хотя я не стал дожидаться этого процесса так как происходит просто процесс копирования файлов несмотря на то что я нажимаю удалить в корзину просто копирование файлов происходит но тоже заметьте у меня тут стоит файловый менеджер еще другой по моему это тот же самый а нет это другой попробуем через него как видите он двухоконный файловый менеджер но нам это не помешает контур ам и удаляем так лет так этому видимо назад вернуть вот у нас директория ведь у меня тоже тут нет доступа записи и вот удалить удалить все и что неужели нам дастся удалить с помощью этой программы карусады вроде тут именно процесс удаления идет они как там процесс копирования возможно конечно не все файлы удалить он все равно давайте попробуем целом кстати хороший тут файловый менеджер как мне кажется довольно удобный давайте посмотрим что тут у нас есть например вот в документах я создал текстовый документ вот сколько он весит 12 в чем размер то у нас наверное в мегабайтах или в кабабайтах скорее всего в кабабайтах уж слишком маленький размер вот тут все в гигабайтах пишет вот происходит процесс удаления вроде он удаляет из папки use а вот она эта папка ну тут осталось то всего в общем это все он из да и ошибка доступа что он удалил непонятно в общем как мы видим удалил он только какую-то часть при этом все работает мы пойдем еще дальше зайдем папку home и удалим вот это вот все контур а и удалить в таком случае мы удалим все файлы пользователя так что в любом случае система начнет глючить мы все это быстро удаляем запрещен окей все нас мы зайдем в папку home короче нет папки home кучу всяких ошибок посыпалась понятно мы видим ничего не может найти зайдем давайте диспетчер задач и вот мониторинг процессов ничего не работает файл менеджер тоже не работает firefox тоже не работает все система полностью встала не удается даже найти корзину давайте попробуем отключить отключить конечно же можно и перезагружаем ставим на паузу чтобы не смотрели на эту перезагрузку медленную все вот запустилась правда еще не запустилась графическая оболочку на запустил столько окно приветствия где сейчас будет долго загружаться рабочий стол я уже удалял папку home после обычно этого все восстанавливается мы сейчас в этом просто еще раз угнимся до этого пробовал все то же самое делать ну правда системной папки я так и не дошел а через это почему ты что-то удалил удалось удалить если все запустится в общем то уже система запустилась вот ведь окружение рабочего стола загружается то есть он заново создал папку home при этом не просто появилась как еще и работает он тоже у нас видите пропала из быстрого запуска файл менеджер сейчас мы зайдем в корзину проверим может у не осталось корзине нет ничего но она уже работает домашняя папка вот уже все есть в документы нашего нет все удалилось то есть если вашу папку home top удалит удалятся все ваши данные которые хранились в этой папке что в общем-то логично видеть всего один пользователь даниил так системные ресурсы вот она системная папка которую невозможно удалить просто невозможно доступ запрещен может давайте переименуем что-нибудь может вдруг переименовать например вот так доступ запрещен то есть даже потому что переименованный файл он тоже не будет работать корректно давайте-ка еще раз переименуем доступ запрещен давайте вот эту папку переименуем все ничего нельзя переименовать что говорит в том что системная папка очень хорошо защищена в отличие от папки home который все-таки можно удалить данил в папке home находится то есть папка пользователь находится в папке home управа не видно но ладно все как мы видим работает можно запускать приложения по идее большинство приложений все равно будут работать но так как некоторые данные приложили приложение тоже хранили из папки ком то многое поэтому данный способ не смог уничтожить линукс можно конечно еще было бы попробовать останавливать процессы в терминале но смысл так как простая перезагрузка перезагрузка тоже позволит восстановить систему на мой взгляд линукс система довольно неубиваемая конечно есть специальные команды которые позволят ее убить через терминал также там удаляются на системные файлы от имени администратора но через обычный файловый менеджер удалить системные файлы не удастся по моему на windows с этим намного хуже потому что там все-таки можно удалить некоторые системные файлы после чего система может начать некорректно работать все-таки доступ к системным файлам папкам там более менее защищен там есть тем более реестр который тоже многие программы получают к нему доступ можем могут занести туда вирусы в линуксе нет вообще этого реестра также еще тут и файловая система считается более надежная хорошая в отличие от того той файлы с тем который использует минус 10 7 8 или даже xp таким образом мы убедились что линуксу на основе дебил как минимум защищают системные файлы а вот папку хом разумеется нет потому что это файлы пользователя вы ее можете полностью удалить или загрузить клад компьютер все будет работать но при этом все ваши данные будут удалены вот по моему приложение все должны остаться так как приложение хранятся не в папке home а в системных папках и удаляются они только через менеджер сунаптик либо через терминал мы убедились что система линукс достаточно защищена от случайных ошибок пользователя если только это не ошибки на системном уровне типа а когда вы делаете отрут пользователя с правами администратора удаляете что-то по действительно систему можно навредить ну чисто случайно проводники а я думаю большинство пользуются все-таки на проводнику навредить системе просто невозможно а вот удалить свои файлы случайно вполне можно если вам понравилось данное видео поставьте лайк подписывайтесь на мой канал а также записывайтесь на мои сообщества там у меня тоже очень много интересного я выкладываю то что не всегда попадает видеоролики также создал чат где вы можете задать свои вопросы но если вы зарегистрированы в соцсетях я вам рекомендую заходить туда и писать там комментарии я периодически их читаю на все отвечу или постараюсь ответить максимально подробно либо создам видеоролик на эту тему и многое другое спасибо за внимание до встречи в следующих видео